Я посмотрел сегодня такой крутой фильм. Он называется «Ребёнок глухих родителей». И он меня просто потряс. Это фильм о девочке, о подростке, которая всю свою жизнь, 17 лет, переводила своих родителей, своих маму и папу и брата, потому что все трое глухоневые. И она... Ее все это достало. Ее это просто заебало. Все время переводить. Она хочет жить своей жизнью, поступить в колледж. А семья у них глухих, они в общем бедные. И они зарабатывают деньги только на рыболовстве. Тем, что продают свою рыбу посредникам, которые продают ее людям. Они не продают свою рыбу непосредственно людям. Вот. И эти посредники, в общем, берут 60%. И в общем, всех это так заебало. И заебало также и эту семью глухоневых. Вот. И они хотят покончить. Отец говорит, я просто продам катер, я продам лодку. Я покончу с этим рыболовством. И они решают сначала делать свои руки и избавиться от посредников. Вот. И они выходят в море и к ним пришвартовываются. К ним, в общем, на борт приходит какая-то проверочная комиссия. Вот. И эта пизда подставляет глухих, в общем, она, в общем, несмотря на то, что ей сказали, что они написали, отец и брат, что они глухие, и она, в общем, стояла в стороне, когда им сигналила береговая охрана. И она стояла в стороне и вообще ничего не сказала. Вот. И береговая охрана сигналила, все агрессивнее и агрессивнее, а те плыли дальше, не останавливались. И в итоге эта береговая охрана взяла их на абордаж. И эта пизда из проверочной комиссии просто их так тупо своим невмешательством так их просто тупо подставила. И в это время эта девчонка, которая слышит, которая единственная, кто слышит в этой семье, она ходит на курсы по пению. В общем, она хочет петь и хочет поступить в музыкальную школу в Бостоне. И мать все время, когда она говорит о слышащих, она все время говорит, эти слышащие суки, эти слышащие суки смотрят на нас, как на клоунов. И, вы знаете, я вот тоже был такой глухой. На самом деле, я тоже был в положении этих глухих в совке, когда я был просто клоуном, да, ты когда поднимаешь какие-то серьезные... Говоришь о серьезных вещах, поднимаешь серьезные темы, и какие-то высказывания интеллектуально смелые себе позволяешь. А на тебя Русиня... Вообще весь восточный блок смотрит, как на клоуна. И просто тебя тупо игнорируют именно из-за того, что ты совершенно другой. Ты совершенно не похожий. Ты говоришь вообще о том, что этим ебаным азиатам, Русине, Хохлоебам, совершенно непонятно. Они не собираются в это вникать. Потому что это совершенно другой мир. Я бы была европейцем, в совке я была клоуном. Потому что эти азиаты не поймут европейцев. Я бы была реально таким ебаным посмешищем, ебаным клоуном, таким пугалом. И чем больше интеллектуально смелых высказываний я себе позволяла, тем большим пугалом, тем большим посмешищем и жупелом я была. Вот как поступают эти ебаные азиаты с европейцами. И я, когда я смотрел на этих глухих, я думала, я вот была точно в таком же положении, точно в такой же ситуации, когда эти азиаты меня вообще не слышали и не хотели слышать и до сих пор не слышать, просто игнорируют. Точно так же, как эти ебаные азиаты, русня и хохлоебы, не слышат европейцев. И эти азиаты не обсуждают, русня и хохлоебы не обсуждают то, что обсуждают в Европе, то, что обсуждают их цивилизованное на мире. И это я должна... Это я точно так же, как я эти глухие говорила. Эти слышащие суки, блядь, воспринимают меня как клоуна. Они видят меня... Видят во мне только клоуна. Вот. И... Эта девочка спрашивает у матери, хотела ли бы она ее мать, чтобы она родилась глухой. И... Она ей рассказывает, что когда я удержала тебя после родов увешанной всякими приборчиками, вот, примочками, и... я молилась, врачи, тебя у меня забрали, вот, чтобы проверить твой слух, и я молилась, чтобы ты была глухой, потому что я боялась, что я тебя подведу, мы с тобой не будем так близки, как с твоим братом и с отцом. Блядь, мы друг друга не будем понимать... Сука, юбнулась хуя. Мы не будем друг друга понимать, как мы не понимаем друг друга с моей матерью, говорит мать этой девочки, то есть она молилась о том, чтобы она родилась глухой, но она родилась слышащей, вот, но потом она говорит, что я рада, что ты себя нашла, что ты нашла как бы себя, свою эдетичность, что ты к чему-то стремишься, что ты хочешь петь, что ты хочешь поступить в колледж, музыкальную школу, вот, и когда мать говорила с отцом в музыкальной школе, она говорит, ты бы, я не хочу, чтобы наша девочка уезжала от нас, это моя девочка, это мой ребенок, вот, а отец ей говорит, она никогда не была ребенком, и мать задумалась, потому что она понимает, что это действительно так, потому что на эту маленькую девочку завалили слишком большую ношу, да, быть ответственной за всю семью, переводить всех троих, переводить то, что они говорят слышащим, да, и такой медиум, связь с миром, то есть она, она такой проводник с миром слышащих, вот, и это очень большая ноша, очень большая ответственность, вот, поэтому отец говорит, она никогда не была ребенком, вот, и мать так задумалась, потому что она поняла, что он имеет в виду, что это слишком большая ответственность, слишком большая ноша для маленькой девочки, для ребенка, вот, она с, как только научилась говорить, она сразу же начала переводить, стала переводчиком для семьи, вот, и я когда не говорили о музыкальной школе, что, дескать, мать говорит отцу, наша девочка уедет в боскву, поступит в кофе в музыкальную школу, уедет от нас, как-то так, вот, и ты вообще слушал, блядь, ты вообще слышал, как она поет, глухонемая говорит, глухая мать говорит глухому отцу, ты вообще слышал, как она поет, может, это какой-то полный кошмар, может, это полный пиздец ее пение, может, она провалится, вот, да, такой парадокс, талант певца, настоящий талант во всеми глухих, блядь, мать мать мать